Депутаты Нижней Палаты Парламента Таджикистана пообещали народу светлое будущее, заявив, что страна в скором времени превратится в развитую индустриальную державу. Выступая в четверг на очередных парламентских обсуждениях, вице-спикер Нижней Палаты Акрамшо Филалиев и депутат Хистрави Абдуназар отметили, что стратегической целью является индустриализация страны, то есть превращение аграрно-индустриального Таджикистана в индустриально-аграрную страну. Об этом, по словам депутатов, говорил Рахмон в этом году во время своего обращения к парламенту. «Все мы являемся свидетелями того, что стратегический план лидера нации осуществляется постепенно, с открытием и сдачей в эксплуатацию промышленных предприятий. Недалек тот день, когда наш любимый Таджикистан полностью превратится в индустриально-аграрную страну», заключили депутаты. «Регионы Таджикистана в 2030 году будут территориями с привлекательными условиями для жизни людей, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, инвалидности, и с благоприятной экологической обстановкой, эффективной экономикой и развитой инфраструктурой, а также с неуклонно растущим качеством человеческого капитала и уровня жизни», говорится в документе. Напомним, что Эмамали Рахмон находится у власти уже в течение более чем 23 лет, и с экономической точки зрения период его правления является настолько провальным, что на сегодняшний день к среднему слою населения относится лишь 22% от общего числа людей, а большинство людей живут за чертой бедности. Кроме того, Таджикистан, несмотря на наличие природных ресурсов, является самой бедной страной в регионе, потому каким именно образом страна превратится в индустриально развитую державу, остается неясным. Таджикистан